Кто виноват, что в России не очень хорошо помнят Бунина, но отлично знают Бузову? А в последних финансовых кризисах кто виноват? А есть ли кто-то, кто виноват в том, что лично вы получаете меньше денег, чем могли бы или чем того заслуживали? Если у вас есть ответ на все эти три вопроса, и он всплыл вот так сразу, то эти люди однозначно ваши враги. Они много у кого есть, и казалось бы, мы уже давно не в какие-то рыцарские времена, да и в принципе в сказке не живем, но при этом очень многие люди имеют вот таких карикатурных врагов. Откуда они берутся? Нужны ли они вообще? И если нужны, то нахуя? Сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. Ох, вы даже не представляете, насколько долго мы готовили этот проект. Прошло больше полугода с момента, как мы придумали взять и показать интернет-общественности молодых актеров, которые крутые, театральные, живые, которые дальше будут только расти, занимать места в кинематографе, в театральных постановках, мелькать просто повсюду, становиться частью вашей жизни, но пока они просто молодые студентики. Да и даже помимо студенчества театр в России не особо продвигается и популяризируется. Мы решили попробовать поправить эту ситуацию. Так что залетайте на камерный канал, напишите, как вам понравилось, что вообще об этом думаете, что бы хотели спросить у наших актеров, и увидимся в следующих роликах. Я уже советовал на своем канале, да вроде даже не только на канале, книгу «Sapiens» Юваль Ной Харари, это автор. Там он рассказывает краткую историю человечества, начиная с самых древних времен. И, собственно, очень важная мысль, которая там содержится, это то, что общество у нас уже прошло и аграрную революцию, и очень много культурных революций, в этом промышленную революцию, вот столько всего произошло, но при этом на уровне инстинктов, которые управляют нами каждый день, мы все еще находимся примерно на племенном уровне. Наши инстинкты все еще подстроены под это, и, например, поэтому даже самые цивилизованные страны не могут справиться с проблемой ожирения, потому что на уровне инстинктов человек хочет взять и потребить максимальное количество калорий, и довольно сложно в этом плане бороться с самим собой. То же самое примерно и с врагами. И всем известно, что мы коллективные животные, и огромное количество самых разных тестов, которые проводились буквально позавчера, говорят о том, что посади человека в любую группу, вот даже буквально собрать 10 человек, разделить их на две команды и сказать, вы синие, а вы красные, и спустя 5 минут, если сказать ему выбрать что-то, наградить кого-то или наказать кого-то, то он будет превозносить своих, а другим, наоборот, пытаться каким-то образом насолить, хотя его в эту команду поместили, ну вот буквально только что, его еще недавно ничего не связывало с этими людьми, но теперь он уже защищает их интересы. Если хотите поподробнее об этом узнать, то я советую вам, а, книжку, которую я уже назвал, и еще несколько роликов Михаила Пожарского, ссылки на них оставлю в описании. И к чему я про это племя? Возможно, вы подумали, что, по сути, страны сейчас являются просто, ну, сильно увеличенными племенами, то есть просто в нем гораздо большее количество членов, и, соответственно, оно решает гораздо более глобальные проблемы, но оно как бы и совершает гораздо более глобальные действия. То же самое племя, но не совсем. Ключевое отличие племени от современного государства, именно в плане его поведения, это то, что племя никогда не зависело от импорта или экспорта. То есть племя всегда было самодостаточным. Всегда там были люди, которые находят еду, которые, собственно, воспроизводят племя, и, собственно, жизнедеятельность племени, оно осуществляется за счет самого же племени. Сейчас же огромное количество стран существует именно за счет связей с другими странами. И несложно отметить на карте страну, которая просто буквально завтра не сможет прокормить собственное население или поддерживать собственную экономику без связи с рядом других стран. Ключевая особенность в том, что мы сбились в такие огромные стаи путем войны и прочих всяких племенных вот таких действий, но в итоге научились дружиться. Процессируя одного очаровательного лысого экономиста, либеральные демократии друг с другом не воюют. То есть самые развитые общества, они всегда дружны. Но почему тогда везде враги? Именно на основе идеи, что из кого угодно можно и нужно сделать союзника, работают принципы как отношения между развитыми странами, так и внутри них. Только вдумайтесь, в Твиттере, на Ютубе, на Твиче и еще в очень большом количестве, в Фейсбуке обязательно и всех его сервисах, и других самых разных вот больших мест скопления людских мнений и людских взаимоотношений, сейчас запрещен хейт-спич. То есть это, конечно, не закон, это правило конкретного сообщества, частной компании, которое устанавливает всегда хозяин и, естественно, проталкивает свои какие-то интересы за счет этих ограничений и затыкает своих оппонентов идеологических, тем самым как бы проявляя себя как члена племени. Но не дать вам на кого-то поругаться, вообще, честно говоря, никому не интересно. Это не может принести никому ни вреда, ни какой-либо выгоды. То, на кого вы там ругаетесь и вот что вы просто вот хотите выплеснуть свои эмоции, всем вообще насрать. Что они действительно пытаются сделать, так это не дать прорасти вот этому социальному сырняку ненависти, который известен настолько давно, что про это даже есть в Наруто. Если пытаться как-то сформулировать вот это общее настроение, то получится что-то типа любой человек, даже к которому мы имеем претензии, выгоден нам как союзник гораздо больше, чем как противник. Поэтому врагов мы не делаем. Иногда делаем в своих личных интересах, делаем врагов очень простых, чтобы их было легко победить. Но на этом все. Зажигалки нет. Но если конфликт с кем-то неразрешим, то для этого есть суды, незаинтересованные инстанции. И вообще на самом деле особенно интересная тема, это то, как урегулировались разные конфликты между странами, когда они приглашали третью страну-посредника, которая как бы незаинтересована. В общем, эти международные отношения, это огромная сфера, в которой с точки зрения этики принимались совершенно невероятные решения. И они как бы уже в нашей жизни, но большинство относится к этому как к чему-то, что вообще их не касается. И если что-то вам кажется злым и непотребством, то скорее всего у этого были какие-то основания. Не бывают просто злых людей, как знаете в боевиках из 90-х. Вот там просто злой чувак, который просто делает зло. В реальности таких нет. И как раз понимание деталей и недопущение восприятия мира черно-белым, это нормальное состояние. А вот если кто-то втирает вам какую-то черно-белую историю, что вот чужие, вот свои, то либо он сам тупой, либо он собирается вас наебать. Если вам кажется это очевидным, то хочется вспомнить две популярные мысли, которые у нас в обществе живут, которые вот полностью противоречат этому. И они вот что называются черно-белые отношения. Например, я думаю, вы точно слышали про то, что вот Россия, в ней вот народ такой, который вот если не будет там стоять какая-то сильная рука, то он взбунтуется и все просрет. Они все ленивые вот алкаши, и они вот кругом по улицам. И если вы не такой, то все остальные-то такие. И вот вы, например, ходите там демократии, там нормальных политиков, нормального отношения к людям, а остальные-то хотят обратно в совок, притом даже не какие-то коммунисты, которые за какие-то высокие идеи хотят именно в совок, чтобы как было, чтобы железная рука. Вы стопудово это слышали? Но насколько это имеет отношение к реальности? Да не особо. Создание образа зверя из народа, который вас окружает, это то, что как раз таки и идет сверху. Если эта мысль кажется вам неочевидной, оставляю ссылку на замечательную лекцию Екатерины Шульман, как раз об этом в описании. Заходите, смотрите. И главный баг мышления, который необходимо избегать, это дегуманизация. Ее как раз таки и осуществляют почти любые вот большие группы, государство это такая же группа, у которой есть враги. Неважно, выдуманы они или нет, чтобы уничтожать врага, нужно, чтобы он перестал быть человеком, чтобы его не было жалко, потому что людей уничтожать неправильно, они же такие же, как вы. А вот если они какие-то звери, не люди, тогда, ну, понятно, зачем их уничтожать. И именно это делают всякие госпропагандисты в отношении народа. Они говорят, что вот это не люди, которые отстаивают свои права, а там бузатеры, мракобесы, дети олигархов, вы много такого слышали. Но проблема в том, что это работает и с обратной стороны, потому что очень распространенная вещь это ненависть к полиции. Притом именно такая слепая и абсолютная. Я не собираюсь тут оправдывать ни полицейское насилие, ни превышение полномочий, ни что-то подобное. Но видеть их как зло в чистом виде также абсолютно неправильно и так делать нельзя. Видите, вот даже колокола по этому поводу звонят. Я думаю, вы, если хоть раз были на митинге, а я был много раз, вы видели ситуацию, когда стоят вот митингующие, кричат свои лозунги, рядом с ними стоят полицейские, и периодически начинается такой движ, что вот они же такой же народ, как и мы. И вот они свой же народ да притесняют. Встаньте вместе с нами полицейские, не выполняйте приказы полицейские, давайте к нам, не предавайте нас. И подобные действия, они на самом деле только наращивают стену непонимания. Потому что конкретно в данный момент эти митингующие, это люди, которые все это время обрабатывались новостями, вырабатывали свое мнение, думали, обсуждали, культивировали свои мысли и пришли заявлять свою позицию. Полиция же пришла на работу. Он последние там несколько месяцев, а может быть лет, видел только потолок казармы, после этого его подняли с утра, привезли куда-то в автобусе, сказали стой в заграждении. И он после этого увидел тысячу человек, которые что-то орет. Вы действительно думаете, что вот в этот момент, когда он там должен услышать еще приказ и выполнить свою задачу правильно, он будет думать о том, как должна эволюционировать его гражданская позиция. Ну да точно нет. На данном этапе вообще пытаться общаться с ними бесполезная мысль. Все, что нужно делать с полицией на митингах, это ее не раздражать. Да, я понимаю, что это не звучит, как суперкрутая ребл-позиция, типа, гораздо круче сказать нахуй ментов, но мы на то и адекватные люди. Чтобы понимать, кто и что занимается, кто и что ощущает в данный момент и как нам бескровно договориться. Это первостепенная цель. И что бы дальше ни произошло, насколько печальным или наоборот радостным не был бы российский политический исход, а там будет не один, там их будет много, много разных событий, много всего изменится, но все это не будет иметь никакого смысла при любом раскладе, если в обществе не будет принято уважать каждое мнение, считаться с каждым и относиться к каждому как к человеку, не начинать идеологического противника закидывать говном, а попытаться с ним договориться, чтобы в итоге это не осталось на той же точке, на которой оно находится сейчас. А знаете, где всех прям уважают, любят и все всегда получают удовольствие? В моем паблике ВК. Он закрыт, и в него можно попасть только если вы подписаны на мой Патреон, но зато там выходят уникальные подборки, музла, фильмов, скоро будут книги, но уже есть и клипы, и интересные какие-то тречки, которые вы хуй в сети вообще найдете, подборки, истории, авторские подборки, например, туда уже делал подборку гитарист группы Палк, короче, залетайте на мой Патреон, чтобы все это выяснить, посмотреть, прочекать, вам точно понравится, но если в этом месяце биткоины не принесли вам прибыли, или там ваше очередное гениальное вложение не принесло достаточных дивидендов, то вы можете зайти в мои бесплатные ресурсы, это превосходный Инстаграм, шикарный Телеграм-канал, охуенная ВК-шечка, и везде там уникальный авторский контент, вам везде понравится, еще больше понравится только разве что в старых видосах, вот они, а на этом все, спасибо, что посмотрел, ты знаешь, ты кнопка подписки, НОГО СТЕ! ВЫСТРЕЛЫ Продолжение следует...